Слава Украине! Приветствуем от Полонского! В свете того, что Сенат на предварительном голосовании проголосовал за помощь Украине и проголосовало, если не ошибаюсь, аж 17 сенаторов-республиканцев, то есть вышли, так сказать, из повиновения Рыжему и проголосовали как надо, как совесть велит. В свете этого давайте посмотрим на шансы Украины получить помощь американским оружием. Ну, смотрите, прежде всего, помощь будет. Просто немножко не в таком виде, как мы ее ожидаем, а в таком виде, как я говорил где-то полгода, год назад, но не важно. Сейчас я напомню, что я тогда говорил, но все по очереди. В Киев сегодня прибыла делегация, двухпартийная делегация Конгресса. Это очень важно. Конгресса Соединенных Штатов Америки, ее возглавляет глава комитета по разведке США Майк Тернер. Во, это очень, ребята, важно. То есть эти люди приехали не просто так, они приехали действительно, чтобы понять, зачем нам нужна американская помощь. То есть, как зачем? Ну, есть несколько вариантов. Первый вариант, нам нужна американская помощь, просто чтобы как-нибудь отстреляться, дотянуть до переговоров, закрыть этот вопрос и все, да? Второй вариант, нам нужна американская помощь, чтобы провести какие-то небольшие контратаки, где-то улучшить свое положение, дождаться переговоров и закончить войну и все. Ну, я к примеру, им нужно понимать, что нам нужно и какие суммы. Третий вариант, мы хотим вломить Рашистам так, чтобы они драпали аж за Керчь. Все, границы 91-го года и Путин на сосне. Вот. Понятное дело, что все хожу третье, да? Вот, но американцы этого не знают. Они, по всей видимости, приехали спросить у Зеленского, у Сырского, у Стефанчука. Ну, кто там у нас отвечает, Шмыгаля и так далее, и так далее, у Мерова. То есть, у официальных лиц, у тех, кто решает, как будет выглядеть война, что именно мы ставим целью этой войны, какой мы ее видим, и какое наступательное, либо оборонительное, либо и то, и другое оружие нам нужно, какая помощь другого рода, видимо, разведывательная, и так далее, и так далее, нам нужна. Какое обучение личного состава нужно, сколько это стоит, и так далее. Вот для чего они прибыли сейчас в Киев. Почему это хорошо? Потому что раньше республиканцы тупо, вот, из-за давления Трампа, тупо отказывались даже рассуждать на эту тему. А тут неожиданно, бах, проголосовал Сенат, и сразу на следующий день делегация уже в Киеве. Уже. Уже, уже разбираются. Если бы, знаете, шансов вообще не было на помощь, то нахрена бы им было сюда ехать? А зачем оно им было бы надо? Сидели бы все, пошел в Тони, и чхать бы они хотели на Украину. Ну, вы же понимаете. Просто так они не станут ездить, куда попало. Вот. И еще раз говорю, это не делегация Сената, это делегация Конгресса. Да, того самого вредного Конгресса, где не хотят голосовать ни за что вообще. Вот. Так что это уже очень хороший плюс. И говорит о том, что вполне возможно, что официальная помощь и пройдет. Вот эти 80 с чем-то миллиардов долларов, из них 60 миллиардов в Украине, остальное это Израиль, и скажите мне, и Тайвань. Да. Есть ли план Б? А я вам всегда говорил, что план Б есть. И он, в принципе, осуществлялся, и с моей точки зрения сейчас осуществляется. Просто об этом не будем говорить. Да. Вот скажите мне, пожалуйста, когда в 22-м году, я вам об этом уже говорил, когда в 22-м году расисты на нас напали, и нам шла бешеная помощь из Великобритании сначала, потом из Соединенных Штатов. Много чего. Скажите, в бюджет Соединенных Штатов была вложена хотя бы копейка на военную помощь Украине? Нет. Не было. Ну там были какие-то там символические деньги, но ничего. Не было. А помощь была? А помощь была. Второй вариант, чтобы вы понимали. Когда Хамас напал на Израиль 7 октября прошлого года, и сразу же пошла такая, ну Израиль дал тырлаков в ответ, у Израиля не такие большие запасы, понятно, страна маленькая, у них нет запасов особых там снарядов и всего остального, вплоть до амуниции и бронежилетов для солдат. У них этого всего нет в надлежащем количестве. Скажите, американцы вкладывали в бюджет вот эту вот помощь Израилю, которую они начали оказывать после 7 октября. Конечно нет, ее в бюджете не было. А она была оказана. Ну конечно была оказана и в огромных количествах. А тут встает вопрос, друзья мои. Ага, значит есть пути оказания той самой помощи, даже в случае, если прямая помощь от Соединенных Штатов в какой-то стране, неважно Украине, Израилю, хоть Афганистану, не заложена в бюджет. Есть варианты, и их пользуют. Просто, конечно же, гораздо проще это все официально провести через бюджет, делать официально, на выборах показать, что вот я этого добился, то-то, то-то сделал официально. Это же плюс еще один год выборов. Вот мы все это провели, все красиво сделали. Американская промышленность, очень важно для них прежде всего, американская промышленность работает. Деньги, которые мы выделили для помощи Израилю или Украине, остаются фактически в США, потому что это американские рабочие, на американских заводах собирают эти долбаные американские снаряды, которые потом едут то ли на Ближний Восток, то ли в Украину. Вот так понятно? И, конечно, выгоднее с точки зрения предвыборного года провести это все через Сенат-Конгресс с обподписью Байдена потом и провести это все дело официально и сказать, вот посмотрите, мы дали еще 50-100 тысяч рабочих мест американским рабочим, которые выпускают танки, бронетранспортеры, пушки и прочие снаряды с пулями. Но вот если уже сейчас сказали полуофициально, газеты американские пишут о том, что если такая помощь официальная не пройдет, значит будет все как в 2022 году. А я вам тогда расписывал, я говорил, вот смотрите, какую нам сумасшедшую помощь оказывает Манюпусенькие, Манюпусенькие, Литва, Латвия, Эстония. А помощь оттуда идет, ну сумасшедшая. Но у них столько не было, столько не было военной амуниции, сколько они нам передали. Ну честно, там Эстония, по-моему, вообще, она армию раздела до нитки, ну я утрирую, но по сути у них ничего не осталось. То есть они нам передали больше, чем у них было. А такое может быть? Нет. Правильно. Ну догадайтесь с одного раза, как это все делается. И вот сейчас газеты пишут, что в принципе есть план, уже есть прекрасный себе план Б. И он был, и он был, и он использовался в 2022 году. Да, у американцев есть лимиты на передачу оружия Украине. Украина им как бы официально не прописана нигде, и передать оружие Украине сложно. А вот передать оружие Эстонии, Латвии, Литве, Германии, Великобритании, как членам НАТО, очень даже можно, не передать, продать, продать. Например, продать танк за 1 доллар. Да, или за 20 центов продать там им джавелин. А почему нет? Хорошие союзники, почему им не продают за 20 центов джавелин? Ну я утрирую опять, чтобы вы понимали. А что делает потом Эстония, условная Эстония или условная Германия с этим джавелином? Правильно, передает его в Украину. Как эстонское или же немецкое оружие. Вот и все. Конечно, с согласия Соединенных Штатов. А потому что договор о купле-продаже будет написано с разрешением реэкспорта. Аллилуйя! Поэтому помощь будет в любом случае. И вот сейчас американские газеты пишут, что если сейчас прямо не пройдет помощь через Конгресс, она может пройти. Но может и не пройти. 50-50, да? В этом случае будет задействован план Б. Скорее всего будут задействованы в нем Великобритания и Германия. И Германия, но возможно и другие страны. А результатом будет то, что оружия у нас будет вполне себе достаточно. Для того, чтобы сделать то, что мы хотим сделать. Вернуть границы 1991 года. И поставить очень большой забор с крокодилами, морозоустойчивыми, конечно, на границе с неадекватной Россией. Все будет Украина. Субтитры создавал DimaTorzok